Всем привет! Это снова я. Хочу рассказать вам сегодня о пустых баночках. Их было немного, но они как-то лежат, меня бесят, в общем, занимают место. И как-то у меня больше ничего не заканчивается, потому что я только много всего купила, приобрела. И закончится это не скоро. Начну я, наверное, с ухода. Из ухода у меня вот уже на исходе вот такое вот средство Johnson's Baby масло, мое любимое масло. Только нелюбимое именно в этом формате с алоэ. С алоэ я не очень с ним подружилась. Еще что у меня из ухода закончилось. Практически я, в принципе, мою им кисти. Это вот такой шампунь от Тимоты. Он очень прозрачный, как я уже говорила. Прозрачные текстуры мне не подходят. Да, они хорошо промывают кожу головы, но они подсушивают также. Могут вызвать из-за длительного применения перхоть, появление перхоти. Поэтому мне такие текстуры не очень нравятся. Очень кремовые мне тоже, конечно, не очень нравятся. В общем, я, короче, не знаю, какой мой идеальный по консистенции шампунь. Я, опять же, в поисках ищу какие-то... Еще у меня закончилось два масла. Не совсем, конечно, закончилось. Вот масло ЖЖБА. Здесь его вот на дне уже можно видеть, что оно заканчивается. Я его интенсивно использовать стала на лицо, так как оно, опять же, у меня уже давно. И оно, я чувствую, скоро вот протухнет. Скоро закончится у него действительно срок годности. У меня от Aromatic еще на Украине покупала. Здесь, если я не ошибаюсь, 20 миллилитров. Миллилитраж вообще практически вот нормальный. Вот 10-20 миллилитров самое то. Использовала для чего его? Для волос в основном. Но на волосы, как-то, знаете, мне не очень нравилось. Либо, если чуть-чуть переборщишь, волосы жирные. Либо, если мало нанесешь, получается как-то, вот, не знаю, все равно сухие кончики какие-то. Я не знаю, как-то с ним, наверное, может быть, нужен определенный миллилитраж, который наносить на волосы. Но это очень сложно угадать. Я его, в принципе, на волосы использовала очень редко. И у меня есть для этого другое масло. Так что вот решила использовать его для лица. Хуже оно не сделает, кстати, лучше вот для лица. Оно мне как-то больше нравится, чем миндальное масло. Может быть, я вот, опять же, повторюсь, как-то пока не подружилась с миндальным маслом. Но вот миндальное масло я под глаза наношу, а вот это вот на все лицо. И, кстати, еще одно масло, которое мне закончилось, давно уже закончилось. Я не помню, показывала я его или нет в пустых баночках. Извиняюсь, конечно, если повторюсь. Если я его показывала, у меня это масло виноградных косточек было. Тоже с таким вот удобным дозатором. Очень удобно было его наносить. Я его использовала также на ночь, на лицо. Он подсушивал какие-то высыпания. Мне это нравилось. Но, опять же, когда я его уже стала допользовать, оно протухло. И мне пришлось его вылить, потому что у меня, наоборот, пошли высыпания. Он не подсушил мне и не убрал какие-то высыпания, а спровоцировал их появление. Поэтому я его вылила и сделала здесь. У меня сейчас находится смесь масел. Здесь масло ши и масло пшеничных зародышей, по-моему. Я его использовала тоже для лица. И еще такой вот деликатный момент. Хочу показать вам пасту Теймура. Для чего я ее показываю? Я не знаю вообще. На ютюбе кто-нибудь говорит об этом, не говорит. Я ее, конечно, не использую сама. Потому что мне, в принципе, пока не требуется это. Мой молодой человек ее использует. Эта паста... Я точно не знаю вообще, для чего именно она предназначена. Меня как-то не особо, честно, это интересует. Мы узнали, что эта паста, она очень хорошо подходит для тех людей, у которых очень повышенная потливость, что ли. И пот как-то воняет. Я не знаю, опять, наверное, кто-то ест. В этот момент я извиняюсь. У него просто вот именно пахнут неприятно ноги. Он даже их помоет. Не важно, что он с ними сделает. Ходит даже дома, никуда не выходя, не одевая никакую обувь. Он ходит дома в носках, либо без носков. И все равно ноги приобретают такой запах не очень приятный, который ощущается. Но вот эта паста, ее очень рекомендую наносить на ночь. Растирать ноги, втирать в ноги, там между пальцев, ногти. Все, все, все. Вот это вот на всю эту область. Ступни, на пятки. Все везде. Растирать этой пастой. Утром все это просто смыть, если есть что смывать. Либо просто вот оделись, вышли, и целый день вы будете ходить. Вечером вы приходите, у вас не так воняют ноги. Вальзам для губ у меня закончился. От Ariflame Essentials. Он был из серии с миндалем. Короче, у меня их было два. Первый мне очень понравился. Запах, конечно, не очень у него был. Но мне он очень понравился. Я его с удовольствием допользовала. Этот же я уже добивала просто. С нервяком я не могла. Он меня бесил как-то. Ну, допользовала до конца, конечно же. Потому что мне своих денег жалко немножко. Могу его посоветовать. На ночь только. Потому что в течение дня, когда вы его наносите, он дает такую кремовую пленку на губах. И это выглядит не очень приятно на вид. Не очень как-то так. Такое ощущение, как будто вы намазали чем-то белым губы. Вот. Это не очень красиво смотрится. И еще что я покажу, это два средства для губ. Покажу уже, конечно, свой все-таки закончившийся. Да. Жалко, конечно, что он закончился на самом деле. Атри Луи, фэшн-клосс, блеск для губ. Очень его любила. Всю зиму его использовала. Даже еще немножко весной попользовалась. Довольна была им. Это в десятом оттенке Соблазн Бали. Кому интересно. Запах очень приятный. Такой немножко с кислинкой. Давал очень прозрачный такой эффект на губах. Ну, такой вот глянец придавал. И казались губы такие сочные. Очень. Закончился срок годности. У блеска Париса. От Париса, вернее. Блеск такой с выбеливающим, наверное. Или с каким-то вот кукольным эффектом. Он немножко выбеливал губы. И не очень, конечно, мне идет этот эффект. Но я очень тонким слоем его наносила. И мне нравилось. Я его использовала в основном весной. Но так как я прошлую зиму его использовала. И позапрошлую тоже. Вернее, не зиму, а весну. Я и летом иногда им пользуюсь. В общем, короче. Когда, в принципе, хотела, тогда я ему пользовалась. Как-то даже зимой пользовалась. Вот этой зимой я пыталась им пользоваться. Потому что знала, что закончится у него срок годности. Как-то не тянулась к нему рука. И запах у него уже не тот, какой был. В общем, короче, избавляюсь. Еще у меня заканчивается. Здесь еще осталось пару раз. Мазну, наверное, от Artvisage. Гель для бровей. Говорить больше не о чем. В принципе, офигенный гель. Мне нравится. Покупаю его. Еще у меня не закончился. А просто выбрасываю. Он мне по оттенку не подходит. Я бы, может быть, его бы отдала. Этот корректор консилера Tavulin. В шестом оттенке. Я его использовала раньше. Не именно этот. Тот, который я использовала. Я его даже не закончила. Тоже выбросила. Потому что оттенок. Я пересмотрела какие-то свои консилеры. По цветам я посмотрела. Они мне не подходят. Может быть, и раньше загорели. Просто была, не знаю. Этот я открывала. Но не пользовалась им. Я бы, еще раз говорю. Может быть, и отдала бы его кому-то. Видите, он очень темный. Очень ядреный. На лето, может быть, да. Но пятый оттенок практически такой же. Чуть-чуть, может, светлее. Не вижу смысла его держать. В общем, некому мне его отдать. Никого у меня таких вот именно смуглых нет. Здесь, на данный момент. И просто, чтобы он у меня лежал. Не знаю. Может быть, конечно, я, не знаю. Предложу кому-нибудь. Уже как-то тоже показывала в видео. Что я избавляюсь от него. Он очень желтит. Он сухой. Сухие консилеры и корректоры мне не очень нравятся. Но я ему давала именно этому корректору от Арифлейм второй шанс. И давала второй шанс за счет чего? За счет того, что я думала, буду использовать его точечно. Вот так вот. Локально даже, да. Можно сказать. На какие-то высыпания, недостатки на лице. Ну, вы посмотрите, какого он оттенка. Это просто, ну, жесть какая-то. Сравните с этим. Этот как-то хоть приближенный, я не знаю, к натуральному, да, оттенку. Просто он к натурально темному приближен. Но этот же вообще какой-то желтый, желтушный. Раньше я его использовала под глаза. Вот представьте, какие у меня были желтые круги. Еще я не знала, включать в это видео или нет пробники корейские. Я думала их оставить как-то на тот момент, когда у меня все от корейских производителей закончится. Там умывалки, там крема такое. Но решила не оставлять, потому что это будет очень сильно длинное видео. Я не знаю, какое это получится. Я максимально попытаюсь его сократить, потому что я кучу всякой ненужной информации здесь уже наговорила. И продолжаю говорить опять же. В общем, вкратце я вам расскажу, что мне понравилось, что мне не понравилось из того, что мне давали. Например, мне не очень понравился вот такой биби-крем. Может быть, он и хорош, если бы был бы мой оттенок. Но он мне даже по текстуре не понравился. Это биби-крем от Лиоле. Лиоле, наверное, будет правильней так. Как ложился какой-то маской. Честно, я не думала никогда, что... Я знала, что всякие биби-крема, вот эти вот корейские, они плотные. Он достаточно плотный, наверное, с средней плотностью он. Но вот он суховат. Все равно вот текстура его какая-то суховатая. Он очень такой, не знаю, за счет этого кажется, как будто я вот печенюшка какая-то, честно, испеченная. Вот действительно, эффект вот этого кейк-эффект, мне не очень нравится это. И дело в том, что его очень сильно заметно. На моих расширенных порах он их подчеркнул. И он был заметен на лице. Поэтому он мне не понравился. Я даже не скажу, какой-то оттенок, но это был темный оттенок. Здесь все по-корейски, даже не знаю. Понравился мне вот такой вот биби-крем. Это тоже от Лиоли. Велвита. Он, в общем, должен быть такой, как матовый эффект давать. Он, в принципе, дает матовый эффект. Я... Дело в том, что вот эти вот все биби-крема не припудривала. Я, в принципе, ИСИСИ-крем от Люмине не припудриваю. И биби-биби-крема, который у меня раньше был, я не припудривала. Очень редко, в редких случаях, короче, я это делаю. В принципе, здесь ИСПФ-25. Он очень хорошо ложился на кожу лица. Он такой был, знаете, беленький в виде светлого крема. И имел такие частички, коричневые частички, которые выглядели как скрабинки. Но при распределении они растворялись и, соответственно, смешивались с кремом светлым. И, соответственно, становились... Как-то подстраивался этот весь общий крем под вашу кожу. Я не знаю, тоже какой это оттенок. Да, витамин Кер написано. В общем, он как-то даже еще и лечил Акне. В общем, можно потестить. Может быть, он даже идет и в одном оттенке. Потому что вот он подстраивается под кожу. Потому что сначала, я вам так скажу, распределяешь, он такой темноватый. Потом как-то раз, так и сливается с кожей. Не прям идеально, но на том чуть темнее становится. Мне вот он понравился очень, конечно. Это у нас база, которая затирает поры, выравнивает тон лица. Особенно это средство хорошо для расширенных пор. Мне понравилось. Не скажу, что что-то там я заметила. У меня была просто такая силиконовая база под макияж, которая затирает тоже поры от Мальвы была. Ну, честно сказать, ну да, это немножко лучше, чем от Мальвы. Ну, и ничуть не хуже Мальва в сравнении с этими средствами. Ну, неплохо. Честно, вот на халяву получить почему бы и нет. Я попробовала. Я знаю теперь, что есть такая вещь. Можно приобрести, если надо. За надобностью как бы почему бы и нет. За ненадобностью никто не заставляет, правильно? Еще мне отдавали вот такие два крема. Это крем у нас первый от Секрет Ки. Это улиточный дневной крем был. Он очень такой жидкий был. Скажу вам, что он мне не понравился. Хотя я не знаю, какой у него эффект должен быть. Мне особо там ничего не рассказывали. Я так поняла, что этот крем идет как такой вот, знаете, у них есть у корейцев такие крема, которые вытягивают. Вот очищающий крем. Вот он называется, очищающий крем, который, наверное, нужно удалять с лица как-то или фиг его знать. Я знаю, есть у них такие крема, которые вот нанес, там какое-то время подождал, потом стер с лица. Либо пошел умыл вообще лицо. Я не знаю, зачем такое вообще делать, если есть умывалки. Ну, может быть, кому-то как-то больше нравится так использовать в виде крема, наверное, какого-то. Этот крем мне показался чем-то подобным. Короче, я его нанесла. Я нанесла макияж, походила там целый день, своими делами занималась. И к вечеру у меня были некоторые высыпания. Вот они были либо не созревшие, опять гадости, сейчас наговорю, они либо были не созревшие прыщики, в общем, только начинали созревать, там, либо вылазить, в общем, красные пятнышки какие-то, там, бугорки появлялись. Либо были уже зажившие, такие более-менее зажившие прыщики. Через весь мой слой, которым я закрыла все недостатки, не было этого видно. Я особо даже и не было времени присматриваться, там, что-то как-то разглядывать себя. Вечером я уже умылась и поняла, что все мои высыпания просто белые. Повылазила вот эта гадость, повылазила. В общем, этот крем как-то вытянул все вот это вот ненужное, которое созревало бы, наверное, очень долго, а он вытянул за один день, за одно применение. Не все, наверное, вытянул, но, в общем, короче, я использовала его один раз. Мне хватило вот этого вот пробника на один раз, и я бы не купила такое средство. Может быть, как профилактику, как-то на ночь наносить, хотя это дневной крем, мне сказали. Ну, в общем, короче, я не знаю. Еще у меня был такой пробник, это Холика Холика Кера Супер Крем. В общем, этот крем очень такой плотный, подошел бы, наверное, на зиму. Не, наверное, а точно, он очень плотный, жирный такой по текстуре. У него такой нейтральный тоже запах, так же, как у предыдущего крема, в принципе, особо нет каких-то навязчивых отдушек. Этот крем неплохой, мне он понравился, только вот я его наносила под глаза, и под глазами он настолько жирный, что под глазами консилер у меня скатался. А даже вот зимой я его использовала, как раз-таки вот потестировала, как он на улице защищает кожу. Защищает кожу неплохо от уличных каких-то вот негативных факторов. Но при этом он также немного ожирнил мою кожу. Хотя она была вот после того, как я смыла весь макияж, она была очень мягкая. Так что, в принципе, на зиму неплохо иметь такой крем. Но, честно, в принципе, это все, что я хотела вам рассказать. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok